Сегодня на библейском портале Экзогет мы чествуем Жон Мироносец, Христос Воскресе. Этот день в храмах читается Евангелие от Марка с 15 главы 43 стих по 16 главу 8 стих. Но мы сегодня рассмотрим текст, который непосредственно относится к Жонам Мироносецам. 16 глава с 1 стиха и ниже. Как мы помним, братья и сестры, когда Христос в пятницу умирает на кресте, то его погребение совершается с поспешностью, потому что еврейская суббота наступает именно в пятницу вечером за ходом солнца. И тело Христа положили, не обмыв его, и Туринская плащаница со всей очевидностью как раз свидетельствует об этом обстоятельстве. Но как только оканчивается суббота, Жоны Мироносецы при первой возможности в ночи, чтобы не обращать на себя внимания, они двинулись ко гробу, купив ароматы, чтобы идти помазать его. И здесь очень такая символическая фраза «Приходят ко гробу при восходе солнца». Когда Христос воскрес, то свет воскресшего Христа был как свет солнца. И от величия этого света воины побросали свое оружие и разбежались. Христос и есть солнце нашего спасения. Христос есть солнце правды. И то, что они приходят ко гробу при восходе солнца, они ищут в смерти того, который уже воскрес. И говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба, то есть подходя к этому месту. Надо сказать, что во всех отношениях поведение Жон Мироносец представляется с точки зрения рациональной рассудочности чем-то беспечным. Они идут ко гробу. Но весь Иерусалим знает, что камень привален ко входу в гроб, поставлена печать, там караулит воины. И они не могут отвалить такой огромный камень. Как бы с точки зрения рассудка все свидетельствует против этого их решения. Но женские сердца — это не мужские сердца. У них есть горение любви ко Христу. Они именно хотят выполнить то, что не успели выполнить в Страстную Пятницу. Женщина всегда действует более сердцем, чем нежели рассудком. И женщине, особенно любящей женщине, присуще проявлять такое мужество, например, мать, защищающая своего ребенка, что мужчины могут содрогнуться перед величием, такого мужества. Мужчины более рассудочные. В это время они, страх ради иудейского, заперлись в сионской горнице. А жены мироносицы, преодолевая все сомнения, рассудочные предубеждения, они идут ко гробу при восходе солнца, исподобляются стать свидетелями, чудо Христово воскресения ранее самих апостолов. И когда они приходят на гроб, мы читаем, и взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. Вот это уточнение, а он был весьма велик, имеется в виду, что велик для них. То есть жены мироносицы не смогли бы своими силами отодвинуть этот камень. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Этот юноша – это божий ангел, по-еврейски ангел – это круф. Слово круф созвучно сарамейским круф я, то есть как дети. Как дети. И ангелы в христианской традиции изображаются и воспринимаются именно как дети, как юноши. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Потому что стало очевидно, что гроб пуст, и они не понимают, что происходит. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите, назоренина, распятого, он воскрес, его нет здесь. Ангел благовествует женам-мироносицам воскресения Христова. И теперь сами жены-мироносицы будут проповедниками воскресения Христова, свидетелями чуда его воскресения. Его нет здесь, говорит ангел. То есть не ищите его в гробах, не ищите его среди мертвых, он воскрес. И действительно, мы знаем, где находится в Лондоне, например, могила Карла Маркса. Мы знаем, где в Медине находится могила основателя ислама Мухаммада. Мы знаем, где похоронен Ульянов Ленин и многие-многие другие известные люди. Но есть один гроб, это гроб Господень в Иерусалиме, который пуст. Потому что Христос воскрес из мертвых, смертью смерть попрал. И нет смысла искать живого среди мертвых. И жены мироносицы воспринимают эту весть. Вот место, говорит ангел, где он был положен, но теперь это место пустое. И далее ангел говорит, но идите, скажите ученикам его и Петру, что он, то есть Христос, предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. «Реакция жен мироносиц и выйдя побежали от гроба, их объял трепет и ужас и никому ничего не сказали, потому что боялись». Имеется в виду, что по дороге они никому ничего не сказали. Далее за пределами сегодняшнего евангельского чтения о женах мироносице, это уже девятый стих, сказано, «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов». Она пошла и возвестила бывшим с ним то есть апостолом плачущим и рыдающим, но они услышав, что он жив и она видела его не поверили. Есть древнее предание о том, что когда сначала Мария Магдалина, жены мироносицы, уже группы приходят к апостолам и восклицают «Христос в воскресе!» в ответ тишина и молчание. Поэтому не только апостолу Фоме было трудно поверить в воскресение Христово, здесь мы видим, что и другие апостолы не смогли поверить в это невероятное чудо. Но именно женские сердца, которые пламенеют любовью перед Богом, где любовь преобладает над рассудочным мужским суждением и человеческим скепсисом, они смогли первыми принять весть о воскресении Христовом. И в этот день мы вспоминаем наших сестер по вере наших подруг, наших матерей, наших бабушек, прабабушек, вспоминаем их твердость сердечной веры, открытой любви. Один исследователь религиозной жизни в советской России он написал в своей книге именно белые платочки отстояли храмы от сталинских штыков. Действительно, когда была политика гос-атеизма, мужчины боялись защищать храмы, но бесстрашные женщины, как жены мироносицы, без рассуждения бросались на защиту святынь. Господь еще в раю сказал, что плохо быть человеку одному и сотворил для него помощницу соответственную ему. и есть обязанности мужей по отношению к своим женам. Прежде всего любить их. Сказано послание к Ефесянам 5-я глава 28-й включительно 33-й стих. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Ниже. А любящий свою жену любит самого себя. Таким образом, каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя. И в послании Колоссянам 3-19 мы находим такие слова. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Также мужчины обязаны оказывать своим женам честь как сонаследницам. и мы об этом читаем. 1 Петра 3-7 «Мужья, обращайтесь благоразумно женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни». Здесь говорится, что к женам надо относиться как к сонаследницам благодатной жизни, и как к немощнейшим сосудам. В оригинале здесь стоит слово сочетание к сосудам из тонкого стекла. В античные времена само стекло являлось драгоценным веществом. И чем тоньше были стенки сосуда стеклянного, тем более дорогой считалась такая склянница. Мужчины должны быть и верными по отношению к своим женам. Об этом мы читаем в книге «Притч» 5 глава 19-21 стих «А любовью жены услаждайся постоянно, и для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею, ибо пред очами Господа пути человека». То есть Господь видит, как мы обращаемся с нашими сестрами по вере, и человек, который вступил в счастливый брачный союз с женщиной, он должен сохранять верность ей. Также у пророка Малахии 2.15 сказано «Берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей». Действительно, вероломно поступают те, которые придают чувство первой любви, первой влюбленности к своей жене. Мы должны проводить с ними все возможное для нас время. 1 Коринфянам 7.10-7.11 сказано «Вступившим в брак не я повелеваю, а Господь мужу не оставлять жены своей». В целом это запрет на развод и в частности имеется в виду, что мужчина должен стремиться к постоянному общению со своей второй половиной, то есть отмечать вместе с ней радостные события, печальные события в жизни. Она сонаследница и спутница каждого мужчины. «Человек, как мы уже видели, должен смотреть на свою жену так, как смотрит на самого себя, проявляя любовь по отношению к ней, как к самому себе. И это, прежде всего, обусловлено тем, что сказано в книге Бытия, 2 глава, 23 стих. сказал человек, то есть Адам, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой». И в послании к Ефесянам, 5 глава, апостол Павел пишет, «Человек прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, но никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее». И в Библии есть удивительные примеры того, как мужья утешали своих жен. Так в первой книге царей, 1 глава, 8 стих, мы находим такие слова. «Сказал Илкана жене, Анна, что ты плачешь, и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое, не лучше ли я для тебя десяти сыновей?» В этот день я пользуюсь возможностью поздравляю наших сестер во Христе, наших жен, наших сестер, наших матерей, наших бабушек и наших прабабушек. Поздравляю древним христианским приветствием, которые привнесли в этот мир именно женщины, Христос воскресе! И на этот призыв с радостью отвечаю поспешно и без всякого молчания. Воистину воскресе! С днем жен мироносец! Христос